Так, ну все, давайте быстренько побежали. Сегодня продолжаем про паттерны. Как я говорил, третья заключительная у нас часть про паттерны поведения. Так, ну и название. Понятно, что это уже паттерны, которые позволяют нам написать какую-то бизнес-логику, то есть обычно это, если мы хотим какие-то алгоритмы наши упростить, ну или опять же взаимосвязь различных классов и объектов. Ну и сегодня мы рассмотрим вот такой набор, ну и несколько там еще дополнительных. То есть их, наверное, больше всего из всех остальных. Ну и начнем с первого, это цепочка обязанностей. Значит, в цепочке обязанностей у вас есть обычно сообщение какое-то, которое передается первому обработчику. Этот обработчик его принимает и может сделать две вещи. Либо сделать с ним что-то, либо передать его следующему обработчику. Таким образом у вас получается цепочка, то есть каждый из обработчиков он хранит у себя как в списке следующий обработчик, ну либо null, соответственно, если следующего обработчика нет. Вот, при этом тут возможно как ситуация, что обработчик и сам обработает и дальше передаст, как и просто, что ищется первый обработчик, который захочет сообщение обработать и как только найден первый, который готов его обработать, дальше он уже не посылается. Вот, то есть получается клиент посылает некоторый реквест и он проходит так через обработчики. Вот, реализовать это, соответственно, можно такой простой конструкцией, что у вас есть некоторый интерфейс-хендлер, его реализации. Вы можете, соответственно, либо сделать хендл самостоятельно, либо сказать следующему обработчику, если вы не можете его обработать, то вы говорите передать управление дальше. Но обычно передача управления может там в супер-классе быть реализована. Такой пример, что, например, в системе логирования какой-то вы можете на события разного типа повесить свои обработчики. То есть, если у вас там произошел эррор, у вас напечатается, там, не знаю, какой-нибудь специальный отдельный файл, куда вы эрроры печатаете. Если, ну, то есть здесь, смотрите, здесь есть немножко по-другому тут. Тут есть, что вы можете в консоль что-то вывести, можете файл вывести, или там в CD-out, да, эррор-блогер какой-то можете вывести. Вот, и в зависимости от типа сообщения, вы можете каждое сообщение выводить на различных уровнях. То есть, например, там какой-нибудь эрор везде выводится, какой-нибудь инфо, только там файл как-то выводится. Вот, и, соответственно, можете такую цепочку сделать. Ну, в принципе, у меня есть примеры, которые это реализуют, но идея вроде довольно простая, поэтому не будем переключаться, чтобы время не тратить на идею. Так, ну что у нас здесь хорошо, да, то есть ослаблены связи, то есть у нас цепочки, никто не знает друг по другу, от кого пришло сообщение, просто вы его передаете, да, то есть у нас здесь нет никаких жестких связей, у нас здесь все через общий туфейс идет работа. В принципе, вы можете настраивать там, вот, как я сказал, гибко обязанности между объектами цепочки, то есть может каждый обработать сообщение, так может первый, который за это сообщение отвечает, вот, и значит, так, ну и единственный недостаток, то есть, что получение сообщений не гарантировано, то есть вы заранее не знаете, правильно ли у вас сделана цепочка, или у вас могут быть какие-то проблемы. Так. Абсервер или наблюдатель, значит, иногда называют его также листинером, да, то есть он наблюдает за другими объектами, получая от них оповещение об изменении их состояния, то есть у вас есть объект, да, который как-то может менять свое состояние, но здесь вот выделены в явном виде, там, setState, там, getState, да, методы, но на самом деле обычно тут может просто более хитро меняться состояние, то есть вы вызываете какие-то другие методы, которые у вас просто будут так-то менять состояние. Вот, и вы знаете, на какие методы вам нужно, соответственно, передать информацию дальше. и вы подписываете несколько абсерверов и абсерверов, которые будут, соответственно, слушать все эти изменения. То есть когда у санчинта случилось какое-то изменение, он проходится по всей цепочке абсерверов, которые зарегистрированы, у него обычно целый список хранится, и у них, соответственно, вызывает метод, ну, в данном случае написали апдейт, но здесь там есть разные реализации, это может быть просто notify, то есть вы своего листа не говорите, что типа, о, у меня что-то изменилось, посмотри, вот. И, соответственно, вот эти абсерверы, они имеют доступ к модели этого объекта, могут прочитать его состояние и, зависимо от этого, сделать те или иные действия. Так, ну вот на картинке это выглядит таким образом, точнее, это пример, да, у нас. То есть вот вы можете любой файл, ой, не файл, а любое число писать, там, в шестеричном, восьмиричном и двоичном виде. И, соответственно, у вас получается, что вы... меняя само число, это будет наше состояние, вот. Вы вызываете набор вот этих вот абсерверов, они, например, печатают там в консоли это число в нужной системе исчисления, да, там, шестеричном, семиричном и так далее. Вот. Сколько вы зарегистрируете, столько, соответственно, у вас им печатается. Ну, довольно часто это применяется как раз во всяких UI-ных вещах, то есть у вас как-то внизу, в зависимости от логики, меняется состояние, например, в мобильном, там, что-нибудь подгрузилось, какая-нибудь информация, нужно показать новые поля, или просто пользователь, там, кликает мышкой, или, там, тачит, там, если про мобильные говорим, и, соответственно, нужно изменить как-то UI, приходит событие, на которое у вас, соответственно, реакция. Значит, что у нас тут хорошо? Опять же, абстрактная связанность субъекта и наблюдателя, которые связаны очень простым интерфейсом AppServer. То есть, на самом деле, есть целые фреймворки, которые вот на этом простом паттерне построены, там, вот, в JavaScript любят, да, там тоже всякие события слушать и реагировать на них, ну, потому что тоже к UI близко. Так, поддержка широковещательных коммуникаций, то есть вы можете на изменение одного состояния очень много чего поменять, да, то есть у вас там список не ограничен, но у вас может быть неожиданные сайт-эффекты, если у вас хотя бы один слушатель, например, будет написан таким образом, что он будет съедать очень много ресурсов, у вас вся система начнет тормозить. То есть вы должны понимать, что если это все у вас происходит в одном потоке, то у вас вот на каждое изменение состояния все AppServer будут реагировать, и если вы, не дай бог, там какой-нибудь бесконечный цикл случайно напишите, то у вас все может затормозить. Ну, такое тоже иногда вот бывает в каких-нибудь UI-ных вещах, но вот кто там какие-нибудь event loop встречал, там похожая ситуация, что у вас есть одна очередь, которая там разгребает все сообщения, и если кто-то будет синхронно очень долго его обрабатывать, у вас там весь event loop встанет, и программа, по сути дела, ничего не сможет делать. Так, ну, стратегию в целом обычно все знают, знаете стратегию? Так, ну, здесь такой пример, что с теста в зависимости от алгоритма, отображения текста и компоновки там, например, абзацев, вы можете тем или другим способом скомпоновать там ваши слова, текст в какие-то там абзацы и отобразить их. Но общая идея понятна, да, то есть у вас для различных задач могут быть разные алгоритмы, и вы вот этот алгоритм абстрагируете, и можете любую реализацию подложить в нужный момент. Проще иногда там это понять даже не на сборе вот таких абзацев, а вот, например, в выравнивании, да, у вас текст может быть там правое выравнивание, левое по центру, и вы, соответственно, один и тот же текст, меняя всего лишь параметр, там вот этот вот alignment, да, можете выровнять совершенно по-разному. То есть через настройку алгоритма вы полностью меняете здесь поведение. Так, ну когда это подходит, когда у вас есть какая-то иерархия ростных алгоритмов, которые можно переиспользовать, и в одном случае вы будете там один результат достигать, в другом другой. То есть это может быть даже, когда там в одном случае вам нужен какой-нибудь перформанс по памяти, в другом перформанс по времени, и, соответственно, в одном случае в один алгоритм используется, в другой. Так, ну все остальное, я думаю, понятно. Вот, в целом структура тоже, я думаю, понятно, поэтому дальше пойдем. Так, шаблонный метод. То есть у нас тут были уже всякие фабричные методы, и тогда фабричный метод является частью как раз такого вот шаблонового метода. Но здесь идея тоже довольно простая, что у вас просто, если алгоритм можно разбить на несколько этапов, и каждый из них будет вести себя как-то отдельно, вы делаете эти этапы в виде отдельного метода, который можно будет переопределить. То есть в данном случае алгоритм сортировки, вот у него есть функция compare, которая, да, сравнивает. В одном случае у вас будет compare в возрастающем порядке, в другом в убывающем порядке, а общий алгоритм от этого не меняется, да, то есть у вас только один метод будет переопределен. Но в общем случае у вас, понятно, может быть там много методов, и каждый из них вы переопределите. То есть здесь тоже ничего хитрого нету, поэтому, я думаю, сильно заостряться не будем на этом прикосе. Так, вот в прошлый раз спрашивали как раз про визитора, и сейчас на него посмотрим подробнее. Тоже довольно популярный. Ну, в принципе, вот почти все, что мы сегодня рассматривали, довольно популярный. Может быть там цепочка ответственности, да, она не так часто встречается, но все остальные довольно часто. Вот, и визитор тоже такой паттерн, который довольно часто встречается, особенно, опять же, когда у вас есть какая-то древовидная структура, да, в прошлый раз мы сталкивались с ним, когда говорили про, ну, вопрос был, похож ли визитор на компоновщик, но вот помним, да, что компоновщик, он именно входит в иерархию, реализует общий интерфейс. Вот, а визитор, он как раз отдельно находится, и он над какой-то иерархией, или даже не обязательно там иерархия должна быть, может быть, это набор независимых объектов, но он каждый из них обходит. Вот на одном сайте видел даже такой вариант из жизни, как это можно понять, что вот есть там страховой агент, и он обходит дома, и в каждом доме может предложить там свой вариант страховки. То есть, если он, например, заходит в обычный там жилой дом, то он предлагает там для обычных клиентов какие-то услуги. Если заходит в магазин, ну, там какое-нибудь страхование от кражи в магазине, там другой пакет услуг. Вот, но у него есть услуги для всех клиентов. Вот, опять же, как бы это могло быть? То есть, каждый дом мог бы сам знать, как там себя страховать, и какой объем там услуг себе предоставить, да, и куда-то там звонить напрямую. Ну, вот сейчас, в принципе, любой может, наверное, через интернет, да, какие-то себе страховки там базовые оформить. Вот, но здесь, опять же, мы прикладываем вот эту часть логики на отдельный класс, который умеет для одной ситуации отработать все типы событий. И вот этот пример, который я тоже в прошлый раз путал про компоновщик, но здесь тоже можно объединить вместе, да, то есть, здесь так и получается, что объединяется и паттернный компоновщик, и визитор. То есть, у вас с одной стороны, вот, машина целиком, это, можно сказать, такой компоновщик, который состоит из нескольких там деталей, и каждая деталь может тоже быть таким компоновщиком. Вот, и вы также каждую эту деталь можете обходить, и там, например, вы можете там список запечатлений автомобиля напечатать, или, опять же, если это какая-то игра, вы можете там пробежаться по всем частям и починить их. Вот, то есть, здесь какую-то логику такую добавляйте. Значит, что здесь хорошо? Упрощается добавление новых операций, то есть, вы можете сделать визитор, который будет независимо от основного класса, от его кода, вы сбоку добавляете эту логику, не нужно ходить по всем классам и втрогать, да, то есть, это тоже, помните, что один у нас, как смел, когда вам нужно слишком много классов потрогать, чтобы добавить простую функциональность. Здесь вы добавляете один класс. Но при этом вам желательно, конечно, обработать все возможные объекты, потому что, которые могут быть в этой, ну, либо иерархии, либо совокупности, потому что иначе у вас, ну, опять же, да, зависит от ситуации, то есть, вы можете какие-то ситуации заглушить и сказать, что, или просто сделать пустой, да, обработчик, что какие-то вы просто не будете обрабатывать, посещать. Вот, но по-хорошему, так как контракт у вас есть, что визитор должен всех уметь обработать, вы, соответственно, должны этот контракт реализовывать, чтобы потом не оказалось, что вы сейчас там срезали угол и не стали какие-то методы реализовывать, а потом столкнулись с тем, что у вас из-за этого проблема, что кто-то решил как раз этот объект обработать. Так, но вот на что здесь можно, я думаю, все прочитали. Давайте последние два, да, то, что аккумулирует состояние при обходе, то есть, иногда такое бывает удобно, и, например, если вы какие-то графовые задачи решаете, вы можете, например, там посчитать число доступных вершин из одной вершины, да, то есть, вы просто визиторе, начинаете с какой-то вершины и просто считаете, там, в скольких вы побывали, да, то есть, каждый раз вы просто там инкрементите счетчик, либо вы можете, там, не знаю, вот то, что я говорил, у машины в какой-нибудь игре посчитать стоимость ремонта, вы, соответственно, так же обходите все, да, и аккумулируете какой-то счетчик и вкладываете. Вот, ну и последний пункт, что иногда из-за того, что у вас визитор, он все-таки класс сбоку, вам нужно больше деталей дать визитору, чем хотелось бы, да, и иногда приходится здесь нарушить инкапсуляцию, ну, там, в каких-то языках можно это сделать визитор дружественным к основным классам, вот, но, опять же, чаще всего получается достаточно нормально дать доступ к состоянию, не сильно открывая сам объект. Вот, и тут мы как раз подходим к следующему паттерну, состояние. Вот, значит, состояние, там, я думаю, всем известно из каких-то конечных автоматов, вот, но здесь можно чуть более широко на это состояние посмотреть, то есть если какие-нибудь конечные автоматы, там, у вас приходит сигнал, и вы меняете, там, приходите из одного состояния в другое, здесь тоже, соответственно, такое может быть, что у вас в зависимости от сигнала какого-то вы переключаетесь в другое состояние. Но важна другая особенность, что у вас в каждом состоянии есть набор каких-то методов. В данном случае здесь вот один метод Handle, и у вас есть какой-то контекст или главный, там, клиентский ваш класс, который это состояние умеет читать, и в зависимости от текучего состояния вот этот вот метод Handle, он будет совершенно по-разному себя вести. Довольно удобно таким образом логику вашего приложения реализовать, например, если у вас какой-то графический редактор, у вас в зависимости от нажатия мышки должны быть разные действия, да, то есть если вы там выбрали кисть, то вы рисуете этой кистью, если вы выбрали там стиралку, вы стираете, если вы какие-нибудь там сейчас прямоугольники рисуете, то там на drag and drop там как-то появляется, уменьшается этот прямоугольник, вот, то есть у вас набор вот этих вот действий, он вполне себе ограничен, да, то есть у вас там клик, дабл клик, point drag and drop и так далее. И в зависимости от текущего выбранного инструмента у вас происходит совершенно разная там бизнес-логика. Вот, соответственно, эту бизнес-логику вы все капсулируете в текущий элемент, и вам не нужно писать кучу хода, вида, если сейчас там выбрано такой-то инструмент, то drag and drop означает тот, а если такой инструмент, то означает тот. Соответственно, и изменение инструмента, да, у вас только состояние меняет. Так, переходим к следующему, это у нас интерпретатор. Это такая удобная штука, когда у вас есть какой-то там язык, который можно реализовать в виде хотя бы свободной грамматики. Вы, соответственно, реализуете просто набор объектов, чтобы вычислять вот этот язык, и дальше в виде кода можете, ну вот на Java не очень красиво, наверняка есть там другие языки, где там покрасивее DSL-и получаются, вот, но в основном здесь не очень красиво, наверное, за счет того, что там new все время приходится писать, там название методов относительно длинные, и оператор, ну нет, вы можете писать оператора посередине, да, не знаю, как в скале, в кодлине, по-моему, тоже, да, можно какой-то метод написать посередине, то есть первый аргумент, потом метод, второй аргумент. Вот, здесь, соответственно, чуть менее выразительно получается, но в целом вот вы можете там такие выражения вычислять, да, потом задавать контекст и говорить, что вот для таких переменов вы, соответственно, вычислить ваше выражение. Вот, ну, в принципе, наверное, примерно такую штуку вы бы и написали, но как часто, да, с паттернами бывает, что, может, вы паттерн не знаете, но из каких-то общих соображений возьмете такую схему, напишите, да, то есть если вот в предыдущем примере, опять же, ну, сейчас рассказываю, что про состояние, вам, наверное, кажется, что, как бы, да, это логично, и действительно так нужно делать, но если из вас кто-нибудь делал какие-нибудь такие штуки, не знаю, кто там еще в школе писал, гинеграфический редактор, он сейчас сколько-то знаний, нет, ничего не делали. Ну, или какой-нибудь там редактор графов, вот я помню там в свое время, еще в школе редактор графов писал, который всякие алгоритмы демонстрирует, и там как раз у меня было много такой лапши-кода, где у тебя в зависимости там от текущего выбранного инструмента, ты там начинаешь шлифами так-так-так делать, вот, а потом, ну, если на это глянуть, что действительно можно аккуратно и красиво реализовать мощь паттернов. Так, null object, ну, не всегда его выделяют, потому что это такой частный случай паттерна-стратегия, который очень простую стратегию реализует, просто ничего не делать. Но паттерн действительно часто удобный, то есть иногда удобно выделить там null, или иногда называют там dummy object, который просто как такая заглушка, и в каких-то ситуациях просто вместо там какого-то действия будет ничего не делать. То есть у вас какие есть обычные ситуации, либо вернуть null, ну, тогда вам нужно будет, соответственно, везде писать эти проверки, что если у вас объект вернулся типа null, то, в общем, вам нужно эти if, да, лишние вставлять, а здесь вы просто вместо info не будете проверять, что null, и получается у вас код лаконичный, да, то есть не нужно постоянно думать о том, что у вас действительно может прийти null, вы просто всегда работаете с объектом, просто в каких-то случаях, когда он null, он просто не будет ничего делать. Опять же, есть отличие с optional, то есть optional вы явно выделяете, да, что какой-то там объект, и вам все равно нужно проверять, что если признать, то сюда можете красиво там мапом написать какую-то функцию, то есть optional тоже поудобнее тут, но вот здесь вы просто ничего не делаете, а работаете, ну, из клиентского кода вам очень нет разницы, на лаконинал, код будет работать нормально. Что-то неправильно написано. Вот, ну, понятно, да, что тут расхода памяти лишнего не будет, потому что вам эту одиночку один раз нужно создать, и обычно ее можно просто сделать static final, new и вот такую одиночку, и везде ее использовать. Так, следующий, который даже в обзоре не был, это медиатор или так называемый посредник. Здесь на примере, да, посмотрим. То есть вот часто бывает, что у вас довольно много объектов, должны очень хитро знать друг про друга. То есть, ну, вот эта картинка, вы понимаете, про UI. Вот если кто-то на C-Sharp писал через формочки, которые вот в самой студии дают посоздавать. Не знаю, для Java такого прям удобного нету, хотя, может быть, уже сейчас надбинс какой-нибудь позволяет формочки удобно. Или раньше позволял. Сейчас уже умер. Вот. В общем, вам, по сути дела, этого медиатора как раз там создают в начале. Но идея такая, что у вас вот куча каких-то элементов, и многие должны знать друг о друге. То есть у вас, например, если какой-то чекбокс выбран, вы должны какие-то там кнопки закрыть, да, потому что при выбранном чекбоксе там какие-то опции отключаются. Либо наоборот. То есть чекбокс включен, какие-то там текстовые поля показать дополнительно, что нужно ввести. Вот. То есть здесь можно такую тоже написать логику, где каждый знает друг про друга, везде передаются ссылки друг на друга, и вы вот явно всю эту логику делаете. Вот. Но более легатно получается организовать код, когда у вас все элементы общаются только с некоторым посредником и говорят ему, смотри, у меня изменилось состояние. А он уже знает, как отреагировать на это состояние. Ну вот в C-Sharp, там, когда вы формочку задаете, у вас как раз сразу есть диалог, как посредник, ну и вы в него там добавляете уже эти все объектики, ну и, по сути дела, можете этот паттерн, ну вам как бы дают уже этот диалог, где содержатся все эти объектики, и туда основной код вы и дописываете. Вот. То есть у вас там этот паттерн довольно естественно появляется, сама с этой разработки вам его подсовывает. Вот. То есть понятно, да, идея, что у вас изменилось состояние, например, в кнопке была нажата там какая-то кнопка или чипов какой-то выбран, вы передаете в диалог, что смотри, меня нажали, а диалог уже хранит все остальные объекты, и он понимает, ага, если такой чип-бокс выбран, значит, такие-таки поля можно, нужно показать. Вот. А прямых ссылок друг на друга объекты не имеют. Кроме того, также проще, ну, изменять этот диалог, то есть он у вас потом будет развиваться, вам не нужно будет какие-то новые связи добавлять друг к другу, вы в одном месте это все можете править. Но в целом у вас так, ну, вот, структура такая, понятно, да, что у вас вот эти все компоненты маленькие могут накифаять медиатора, а медиатор уже там знает их всех и меняет у них состояние может там реагировать на изменение каждого компонента. Но опять же, здесь там такую структуру методов написали, да, может это по-другому выглядеть и вы там свои имена конкретные напишите, что там чип-бокс изменился или может быть более. Так, ну, это мы, наверное, все обсудили, но вот последний пункт давайте отметим то, что в целом это удобно, но если у вас там развесит UI, у вас в целом может вот этот диалог стать таким нагромождением, где вся логика, весь бизнес-код будет в него засунут, поэтому за этим тоже нужно следить, чтобы он сильно не разрастался. Но обычно, если у вас UI такой, какой-то диалог появляется, что в нем слишком много кнопок, это тоже может быть не очень хорошо. вот, поэтому здесь нужно смотреть и разделять и с точки зрения UI, несколько может быть диалогов, и с точки зрения просто кода, да, вы там можете какие-то подклассы выделять для каких-то функций. Ну и, наверное, последний на сегодня паттерн, это итератор, тоже вам всем знакомый, но здесь хочется обратить внимание, специально такой привел пример итератора, где все не очень просто, в плане того, что там есть деревья, их можно обходить совершенно по-разному. Вот, но здесь призываю вас просто задуматься, что вот такой вот простой паттерн, но он позволяет действительно вам одинаково общаться совершенно разными структурами. То есть, наверное, в плюсах он, я сейчас не готов гарантирую, что он в плюсах первым появился, но, наверное, и более так популярно, да, что вот там стандартные итераторы в плюсах были, потом в других языках это сделали еще поудобней, вот, в каком-то смысле это там прародитель там стримов и так далее, вот, но вот сам концепт того, что совершенно независимо от того, какая у вас структура, какой у вас контейнер, контейнерный какой-то объект, вы можете очень простым интерфейсом обработать все его элементы, да, и у итератора очень простой и понятный интерфейс, что у него там есть этот метод, да, и следующий, или спросить там есть ли еще следующий, вот, и, соответственно, вы можете сказать, что там перехожу к следующему. Вот, наверное, многие из вас думали, что итераторы может быть даже воплощение паттерн, да, как бы итератор есть и есть, даже такая вещь, она тоже. Так, но по источникам, в принципе, здесь все стандартно, вот, рефакторинг гуру, не помню, на прошлой лекции был или нет, но, несмотря на то, что там описаны рефакторинги, там довольно хорошо и все паттерны описаны, и более того, один для тех, кто не очень любит на английском читать, есть и на русском, там хорошее описание, особенно, ну, обычно проблем нету с английскими, может быть, даже как хорошее упражнение, но когда вы хотите именно прям хорошо, четко понять, про что он все-таки паттерн, если у вас английский не очень сильный, то, может быть, приятно читать на русском. Так, ну что, несмотря на заминку, темп я взял такой, что закончили мы сильно раньше. Так, но, наверное, не буду все-таки показывать эти всякие chain of responsibility примеры, там, я думаю, вы у меня найдете его, кто хочет, там же, в гитхабе рядышком и всякие общерверы, вот, но в целом, я думаю, с общерверами тоже вы довольно часто встречаетесь, может, тогда чуть-чуть поговорим про всякие административные вещи, значит, что у нас, сейчас, что и задание там появилось, его сдавать по почте, то есть, у вас сейчас получается, три по почте, три, там, мощная или Zoom, да, получается, второе, четвертое, и пятое, вы сдаете почную или Zoom, и первое, третье, шестое, по почте, вот, сегодняшнее задание, может быть, тоже уже сделали, это там, вычислить выражение, но, опять же, нужно его написать с помощью использования всех, там, наших прекрасных паттернов, там затрагивается и паттерн state состояния, и visitor, тоже посмотрите, как его по-разному можно писать, как можно его писать, там разные будут варианты, нужны и состоянием, когда вы там вычисляете выражение, и у вас на стеке там копится состояние, вот, лишний раз в этом потренируетесь, так, значит, по записи, там кто-то говорил, что табличка не работала ночью, но сейчас вот работала, поэтому давайте отмечаться, нужно отмечаться, кто сдал, отмечайтесь там зелененьким, когда уже будем онлайн сдавать, сегодня, скорее всего, придет мне помогать еще там товарищ Рома такой, и скорее всего, мы вместе начнем, ну, то есть, пока я тут принимаю тех, кто очно хочет сдавать, он, ну, он там чуть позже подойдет, там в 10-15, вот, он уже по зуму начнет принимать, ну, и потом, соответственно, мы вместе подключимся и будем разбирать, так, что пойдет быстрее, вот, в следующий раз, так как дедлайн у нас сдал еще не очень много, то лекции не будет, будет целиком вот только сдача, чтобы все, кто хотят, успели дождать, а я не испытывал везде, или мог, не знаю, что все, всех нужно успеть быстро принять, а вас очень много, вот, поэтому в следующий раз с 9 будет сдача, вот, опять же, записывайтесь, даже если слотов свободных там уже нету, вот это так, да, примерно, как мы говорили, да, чтобы было понятно, кто за кем идет, и какое у нас, какое время примерно приходить, хотя, как я вам сказал, что время у нас туда-сюда плавает, потому что видите, разно получается, вот, то есть 9 сдаем, вот, в следующий раз, скорее всего, тоже будет Рома, который будет мне помогать, поэтому тоже, может, больше у всех успеем принять или быстрее. Так, что-то ходите у нас? Еще? По курсу. Ну, пока его нету, вот, по 4, 5, 6, сейчас, которые выдают, нету, но рассчитывайте, что примерно так же, то есть, вот, если от выдачи, там, первого задания у вас примерно 2 месяца прошло, то где-то там, к концу ноября или первой недели декабря это будет дедлайн по 4, 5, 6, ну, и дальше там будет седьмая-восьмая, скорее всего, до конца нового года без дедлайн. Вот, в целом у нас остается не так много лекций, я думаю, что у нас пропусков никаких нету, да, из-за праздника, там праздники, по-моему, у нас на понедельник не выпадают пока, а вот это 4, 5, а это 4, 5, вот, то есть мы вроде за счет этого ничего не теряем, но, опять же, как я вам говорил, да, в конце побольше составляю времени, чтобы все могли дождать, потому что у вас много, и там активизируются те, кто, что не активизируется. Вот, если кто-то, опять же, перевел с прошлого курса, кто-то мне уже лично писал про это, кого-то, я там увидел знакомые фамилии, тут, не знаю, по-моему, там год, третий, четвертый ходит, верно, вот, ну ладно, может, таких нету, может, я придумал, но какие-то фамилии, я вроде видел, что так, даже поиском, ищу по диску и смотрю, там, есть ведомости за это год, за это год, за это год, но у вас, может быть, просто фамилия популярная находится, ну, где, вот, поэтому давайте, кто сдавал, понятно, я перезасчитываю все, потому что там задания те же самые, нет смысла еще раз вас заставлять сдавать, просто там напишите мне, если я вам еще не проставил баллы, я, соответственно, их просто проставлю, и у меня тоже будет понимание, там, сколько осталось, реально, желающего сдавать, а сколько, сколько просто. Так, это рассказали, это рассказали, сегодняшний подарок, никаких вопросов нету, да? Ну, опять же, да, сегодня были такие, которые, наверное, многим встречаются, потому что они как раз позволяют мне слойку реализовать. Ладно, давайте тогда останавливаю пока запись.